Микроклимат Здравствуйте, сударыни и судари! Раньше было модно говорить микроклимат. Это говорили обычно про коллектив. Микроклимат в коллективе хороший, допустим. А сейчас уже про это обычно не говорят. Но если только не идёт речь про микроклимат участка. Допустим, у соседки растёт груша в свободной форме. А у меня большинство яблонь вымерзает по уровень снега. И только полукультурки могут себе позволить вот такую высоту. Если взять грушу, так крупная груша растёт в сланцевой форме. Удивительно! Если же мы говорим про микроклимат, то его можно улучшать посадкой кулис. То есть высаживается подсолну, допустим, а потом теплолюбивая культура. Или даже бобы полосой. И рядом более теплолюбивая культура. Вот тебе и получается микроклимат. А если же мы ведём речь про грушу, то есть груша земляная. Это топинамбур. Топинамбур чем интересен? Он хорош для тех людей, которые уже находятся в элегантном возрасте. В нём очень много кремния. А у людей в преклонном возрасте как раз и песок сыпется. И надо восполнять его. А чем восполнять? Только тем, что кушать тот же топинамбур, которым кремния много. Вот это топинамбур. Земляная груша. Топинамбур называют вечным картофелем из-за его неприхотливости и пользы. В нём витамины. Тиамин, инулин и пектиновые вещества. А это весьма полезно при лечении сахарного диабета, атеросклероза, ожирения. Сейчас, конечно, топинамбур невзрачно выглядит. Выстотой вырастает примерно как подсолнух. И маленькие подсолнышки цветут. Но не дождёшься от него семечек. Зато очень хороши вот эти вот вкусные клубишки. Сейчас вы уже не увидите этих подсолнушек, потому что уже всё холодно, октябрь. А клубни можно выкапывать чуть ли не до снега. И вполне съедобная хорошая еда. Я пыталась варить клубни топинамбура, но такая гадость, я вам скажу. Ничего хорошего. А в салате вполне даже нормально. Надо сказать, что топинамбур вообще-то агрессор. Он может расползаться, бог весь куда. Но мы его посадили между жимолостью и тропинкой. Топинамбур довольно неприхотлив. Видимо, кремний выручает его и не даёт ему сгинуть. Топинамбур растёт без какого-либо участия человека. Видимо, помогает ему тот кремний, который в нём находится. Так и в любом растении. Очень много пользы. Наверное, так же, как и в любом человеке. Пользуйтесь тем, что даёт нам природа. Всего доброго. До встречи.